Если ты просто обожаешь домашнюю выпечку, этот проект для тебя. Даже если ты не умеешь ее готовить, мы тебя научим. У меня не получится никогда. Ты попробуй. Я, Сергей Шубенков, отправляюсь на встречу с лучшими шеф-поварами Москвы, чтобы узнать рецепты их фирменной выпечки. Как он это делает? А также ее попробовать. Прямо сейчас. Горячие секреты. Второй сезон. Доставайте фартуки. Погнали! Привет! Сегодня модно следить за своим питанием, и для этого есть все возможности. Но многих пугает, что это просто-напросто невкусно. Ну какой сельдерей и шот и витграсса, когда есть котлетка с пюрешком. Но вот что я узнал. Бренд-шеф кафе Джаганат знает горячие секреты приготовления постного, морковного торта. То есть можно всем говорить, что ты пэпэ, есть торт, и при этом не набирать вес. Кайф? Мне уже не терпится попробовать. Впервые добавить морковь в торт решил какой-то неизвестный человек в средневековой Европе. И этот рецепт так всем полюбился, что, например, в Америке 3 февраля отмечают национальный день морковного торта. Правда, классический вариант этого десерта делают обычно с жирным сливочным кремом. Мы же сегодня приготовим торт пэпэшный, но не менее вкусный. А ну и вот то, ради чего я пришел. Десерты. Ох, что эти названия. Роуминт, пожалуйста. Апельсиновый шар сыроедный. Бурфи Кришна Баларама. О, десерт морковный. Здравствуй, друг. Здравствуй. О, еще один друг. Ну и не говори, что ты меня не ждала. Я ведь предупреждала. Ждала. Амрита, привет. Я смотрю на него, он смотрит на меня, я должен его попробовать. Возьми под нос, я тебе подам морковный десерт. Прежде чем мы о чем-либо будем говорить, я попробую этот десерт. Пробуем. Ну как? Я просто съел вкусный десерт. Из чего я предположить, по вкусовым ощущениям вообще не могу. Это вкусный торт. В чем особенность вашего морковного торта в Джаганате именно? Это гениальный торт. Его берут у нас тоннами. Он совершенно постный, тут нет никаких ни молочных, ни животных продуктов. И он просто в приготовлении. Ты шеф-повар Джаганате. Ты сама вегетарианка или ты просто на работе? Это очень хороший вопрос, потому что я вегетарианка с самого моего рождения. То есть, да, то есть более 30 лет я вегетарианка. Всю жизнь. Как ты пришла в профессию, когда стала поваром, тем более вегетарианским? Какая-то же история должна быть? Я тогда очень вкусно готовила, от самого моего детства. Очень вкусно, и поэтому это пошло дальше развитие. Ну, я обучалась в Таиланде, в Индии кулинарии и в Италии. Это курсы какие-то были? Да, это курсы. Именно углубление восточное. Восточное. Окей, ты поучилась там, там, там в разных странах. И как ты попал-то вот на кухню ресторана? Какое-то предложение, объявление, что-нибудь еще? Ну, я просто самый лучший специалист, поэтому меня позвали. Я приглашаю тебя на нашу кухню, и ты покажешь, как в домашних условиях приготовить этот морковный десерт. Да? Ты согласна? Да, пойдем. Амрита, знакомься, это и есть та самая кухня Доктор Эткер, где мы будем готовить с тобой. С чего нужно начать приготовление? Начинаем с того, что надо натереть морковь. Мы будем натирать на крупной и мелкой терке. Вот прям крупной-крупной? Да, 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 вот эта крупная. Так торт будет сочнее и интереснее текстура коржа. Дальше мы берем сухие компоненты. Все хозяйки знают, что такое сухие компоненты. Хозяйки-то могут и знать, но хозяева, а нас смотрят, вполне возможно, и мужчины, которые не всегда понимают, что такое сухие компоненты. Что это? Сухофрукты, может быть? Не совсем так. Кладем муку. Муку, вот мука. Сахар, обязательно пара щепоток соли, чтобы оттенить сладость. Теперь что? Мы берем компоненты Доктор Эткер. Все? Да, все три. Это корица, разрыхлитель и сода. Разрыхлитель? Мы в этом рецепте используем соду и разрыхлитель, потому что морковь утяжеляет очень тесто. Мы это все перемешиваем и будем готовить жидкую смесь. Что нужно для жидкой смеси? Морковь, кокосовое молоко, вода и масло. Многим людям кокосовое молоко кажется дорогим, потому что все вот эти растительные, модные, веганские, вегетарианские варианты стоят порой и 300 рублей, а разница колоссальная. Мы можем кокосовое молоко сделать дома. Это очень просто. Мы берем полстакана кокосовой стружки и полтора стакана воды, и все это смешиваем в блендерин. Так, достаточно? Сыпь, сыпь. Высыпаем. В воды, тут даже полтора стакана, тут как раз столько и есть. Все это смешиваем в блендерин. Также можно делать любое ореховое молоко. А как понять, что уже все? Все. Вот это покупное кокосовое молоко из магазина, из тетропак, из пачки. А вот это кокосовое молоко, которое мы сделали за одну минуту из кокосовой стружки и обычной воды вот на ваших глазах. Разницы особой, честно говоря, я не вижу. Только лишь осознание того, что это свежее и только что полученное молоко. Пахнет, вот это, кстати, приятнее, пахнет гораздо свежее. Теперь мы смешиваем морковь, кокосовое молоко, нам нужно масло. Какое? Растительное, любое, которое есть дома, оливковое, растительное. Растительнее этого не придумать, пожалуйста. Да, добавляем прямо в жидкую смесь. А сколько, тоже на глаз? Примерно 4-5 столовых ложек. У нас все готово. Так мы должны вот это с этим соединить? Да, все просто. Мы жидкую смесь добавим в сухую, переливаем тесто в форму. Ну, вот кажется, что не мало ли теста? Да нет, оно очень хорошо поднимется, конечно. И, собственно, убираем в духовку на 25-30 минут. Ух, разогрел так разогрел. Кстати, принимайте участие в нашем конкурсе с супер-призами. Подписывайтесь на канал, все подробности найдете в описании под видео. Я по поводу имени твоего прекрасного. Амрита. Неаполитанская и фамилия. Ну, когда слышишь, когда читаешь, когда видишь, сразу приходит на умный псевдоним, наверное. И имя не настоящее, и фамилия слишком красивая. Открой секрет. Настоящее имя с моего самого рождения, да, и фамилия настоящая. Неаполитанская – это фамилия настоящая? Да. Есть какая-то история? Должна быть история. Не может быть человек с именем и фамилией Амрита неаполитанской без истории. Имя у меня связано с Индией, а фамилия с Италией. Вот такой вот его микс. Какие-то предки у тебя были из Италии? Да, они были неаполитанцы. Индо-итальянская история, и к тому же ты еще гуру вегетарианской кухни. Все, как мы любим. Сейчас мы приготовим чудесный постный крем. Нам нужен блендер, фамилия, сахар, кокосовое молочко и лимончик. И это все мы сейчас смешаем в блендере. Давай заливать сюда постепенно будем и засыпать все, что нужно. Стакан кешью. Добавляем сюда же стакан молока кокосового. Как скажется. В этот крем я добавлю ванильный сахар доктор Эткер. Мне нравится изысканный вкус ванили. Целиком мы добавляем всю пачечку? Да. Пачка ванильного сахара ушла. И обязательно сок половинки лимона. Это придаст такой йогуртовый привкус нашему крему. Теперь перемалываем до однородной консистенции. Буквально это пару минут. Крем готов. Он должен быть обязательно таким однородным, кремовым. За вот этим приготовлением, да, мы готовили крем, разговаривали о происхождении необычного имени и фамилии Амриты, не британской. У нас не то, что корж испекся в духовке, но уже даже немного остыл, и мы можем продолжать с ним работать. Да? Давай вот сюда. Вот досочка. Что дальше? Корж готов. Нам нужен нож. Особенный. Как тебе такой? По-моему, особенный. Я достаю из формы наш корж и начинаю разрезать напополам. Собственно, вот готово. Так. Ну, мы же должны как-то соединить. Нам нужна лопаточка и это же кольцо. Это же кольцо. Да, небольшой секретик, можно перевернуть, чтобы он был сочнее. Вот так вот. И покрывать кремом корочку. Перевернули. Надеваем кольцо. Защелкиваем. Да, обязательно. Мы берем крема меньше половины. Распределяем. Переворачиваем. Вот так вот и бах туда, да? Да. И сверху мы используем вот этот крем. Ставим в холодильник на пару часов, чтобы он пропитался. У нас здесь готовый, отстоявшийся, нужное время в холодильнике морковный торт. Мы немного украсим лимонной цедрой. Можно украшать кокосовой стружкой, грецкими орешками, палочками корицы. Режем? Самый мой любимый момент в этом шоу, конечно же, это финальная проба. Напиток «Бессмертие» так переводится, да? Да, это очень вкусно. И, кстати, не слишком сладко, а вот так, как нужно. Своё позволение я съем ещё. Как крем. Это всё грандиозно. Это очень вкусно. Это нереально вкусно. И я больше никогда не буду говорить слово «нереально», я вас обманул. Я буду говорить слово «нереально», но это правда очень вкусно. Я благодарен тебе за то, что ты пришла к нам и поделилась этим шикарным рецептом. Амрита неаполитанская сегодня у нас в гостях. Спасибо. Спасибо. Полный рецепт этого постного морковного торта вы найдёте в описании под видео. В следующем выпуске вы узнаете ещё больше горячих секретов. А чтобы не пропустить новое видео, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и ставьте лайки. До новых встреч. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok